Добрый день! Кенедия черная. Вот такие удивительные цветки на лиане. Я сразу оговорюсь, что материалу очень мало по этому цветку, но тем не менее мне хотелось вам рассказать про него. Вдруг он вам понравится и вы у себя разведете. Итак, большой популярностью цветоводов пользуется лиана с декоративной листвой, а также с цветками разных форм и оттенков. К таким необычным растениям относится кенедия черная, или как ее еще называют, коралловый горошек. Растение относится к семейству бобовые и представляет собой быстро растущую лиану. Размер плети может достигать 6 метров в длину. Листья сочного зеленого оттенка вырастают длиной в 10 сантиметров. Небольшие цветки собраны в плотное соцветие. Их оттенок может варьировать от фиолетового до черного с необычным кремовым или желтым рисунком, придающим лиане красивый загадочный вид. Обильное цветение кенедии черной радует с весны вплоть до заморозков. Но надо помнить, что при температуре минус 12 лиана погибнет, хотя само по себе растение достаточно выносливое. Условия выращивания. Существует несколько видов кенедии, но в домашних условиях чаще всего встречается кенедия рубикунда, сорта темный коралл. В условиях городской квартиры горшок с лианой, лучше размещать в хорошо освещенном месте, где есть возможность укрепить его в быстро разрастающейся плети. Идеальное место за стекленный балкон или лоджием. Оптимальная температура для нормального развития растения летом должна составлять 23 градуса. В зимний период лиану можно содержать при 10 градусах. Как все контейнерные растения, кенедия черная замедляет рост зимой, но любит свежий воздух, который легко обеспечить частым проветриванием помещения. Цветок любит хороший полив, без переувлажнения и заболачивания. Для этого использует отстойную воду комнатной температуры. В зимний период земля в горшке не должна превращаться в сухой ком. В период активного роста кенедию необходимо подкармливать. Для этого рекомендуется использовать раствор минеральных удобрений для комнатных растений. Один раз в две недели, ну как обычно. Также хорошо использовать гранулированные удобрения в виде капсул. Их помещают на дно контейнера при посадке. И питательные вещества постепенно поглощаются растением. Особенности размножения кенедии. Перед посадкой растения надо правильно подготовить почву. Кенедия не относится к капризным видам, требующим особенного состава грунта. Но следует знать, что она хорошо развивается на кислых почвах с добавлением песка. Главным требованием при посадке кенедии черной является стерильность почвы и хороший дренаж в горшке. Почву перед посадкой можно прогреть при температуре не менее 80 градусов в течение одного часа. В качестве дренажа подойдут мелкие камушки или керамзит. Вот по поводу прогревания почвы. Вот вы знаете, в первоисточнике этот совет есть. И я не имею права его убрать. Но скажу вам так. Я как-то один раз по глупости своей попыталась таким образом прогреть почву. Мне потом пришлось заново белить кухню. Органика стала гореть. И воздух такой стал невыносимо. В общем, короче, вонючая стала у меня кухня. Все стены стали желто-грязные. Пришлось мне ее белить. Так что вот смотрите сами, прогревать вам ее или нет. Ну, если может только на балконе. Если соседи у вас хорошие. Итак, я продолжу. Для получения дружных всходов семена кинедии замачивают на два дня в теплой воде или в растворе микроэлементов, содержащихся в препаратах эпин, гумат, калия, циркон. Глубина посадки семян составляет примерно 1 см. Горшок с посевами желательно накрыть пленкой и содержать при температуре около 25 градусов. Первые всходы обычно появляются через 2 недели. Но полностью все семена могут зайти через 3 месяца. Увидеть цветы на лиане можно уже ранней весной, если посеять семена в марте. Кроме семенного способа размножить кинедию черную можно черенками, укоренение которых проводят небольшие стаканчики обычным способом. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания!